чего ждать долгосрочных последствий долгосрочными последствиями это рост налоговой нагрузки потому что нужно будет поддерживать государствами этот долг чем-то потом перекрывать снижение располагаемых доходов населения не только в россии но по всему миру снижение цен на недвижимость банкротства до 30-40 процентов компании входящих в индекс s&p 500 неизбежно рост цен на золото продвинутых экономиках смена программ поддержки то есть мы сейчас увидим если сейчас у нас идут в основном не целевые программы поддержки связанные с тем что если ты безработный получи там 600 ну хорошо сейчас уже не 600 300 долларов в неделю от правительства сша это перестанет работать то есть скорее всего продвинутых экономиках я в первую очередь говорю наверное это касается китая это касается южной кореи сингапура частично возможно в америке не факт что в европе просто элементарно это не сработает точно не в россии это соответственно смена программ будут поддерживать не ну это не вот таким путем да нате получите деньги и потратьте да и таким образом стимулирует экономику первое это вложение в человеческий капитал то есть эта программа переподготовки переобучения автоматизация то есть денежные средства государство будет направлять на средства связанные с увеличением производительности труда почему это важно потому что если у тебя происходит ситуация что ты сейчас поддерживаешь народ за счет заимствований а чтобы тебе в дальнейшем эти заимствования отдать у тебя остается два варианта первая инфляция и скорее всего в любом случае она будет использоваться но тебе все равно дальше нужен долгосрочный рост а долгосрочный рост экономики качественный рост экономики он возможен исключительно за счет роста производительности труда и в этом случае когда мы говорим про долгосрочные последствия мы должны понимать и искать именно те направления и смотреть в то направление где идет развитие человеческого капитала какие государства этому способствуют как они это делают да и это получается выбирать именно на этих принципах потому что только те компании которые будут развивать человеческий капитал и в первую очередь рост производительности труда потому что он напрямую влияет не фискальными стимулами не монетарными стимулами не государственным стимулированием влияет на рост экономики а он влияет на рост экономики в здоровом ее понимании то есть экономика начинает расти именно из-за роста производительности труда это то за что в принципе рейд далио еще вот вперед самую волну коронакризиса когда все ушли на изоляцию да когда начиналась вот эта массовая истерия да и проведение там совместных встреч в зуме он в принципе тогда уже говорил ребята на самом деле выход из текущей ситуации он видится лично мне лишь в том что нужно заниматься ростом производительности труда поэтому в продвинутых экономиках достучаться и объяснять правительству да что у тебя выхода нету кроме как это смен программ развития да и не разбрасывать деньги людям да а хочет человек обучиться предоставь ему рабочее место предоставь ему программу развития чтобы она об этом рабочем месте был более продуктивен более производить и второе это соответственно в финансировании инфраструктурных проектов инфраструктурных проектов связанных с мобильностью передвижениями высокими скоростями обработки данных то есть это транспорт это высокоскоростные каналы передачи данных это оптика волоконной линии с широкой пропускной способностью через океан и это соответственно ну в том числе высокоскоростная передача данных по воздуху вот вот это вот они вот эти вот темы получили наибольшее развитие